Экоактивизм вознаграждается тематические уроки, субботники, акции и исследовательские работы. Так школьники привлекают внимание к проблемам окружающей среды. Самые активные из них могут получить путевки международные детские центры. На сайте движения «Сделаем вместе» ребята размещают свои работы, их оценивает конкурсная комиссия, а победители получают заветный приз. За годы существования акции проявить себя успели многие. 140 победителей из республики Мордовия были награждены путевками в международные детские центры «Артек» и «Орленок». Наш регион Мордовия – один из лидеров. Движение «Сделаем вместе» и по количеству участников акции. Одно только, назову, наверное, число – 220 тысяч участников. Чтобы привлечь детей и их родителей к участию в подобных акциях, партия «Единая Россия» в сотрудничестве с движением «Сделаем вместе» запустила новый проект «Мир возможностей». Люди Артека – одна из самых заметных частей проекта. На тематических уроках школьникам рассказывают об истории лагеря, о том, как дети проводят там досуг и чему учатся. С учениками 25-го лицея своим опытом поездок в Артек поделились не только старшеклассники, но и выпускники. Как говорится, Артековец сегодня, Артековец всегда – это такой международный детский центр, где просто все, 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 все запоминается, потому что это колоссальный опыт, который не получить нигде больше, кроме Артека. Я посоветую проявить себя максимально, то есть брать от этой жизни все, участвовать везде, где только можно, потому что школьная жизнь – это прекрасная пора, когда можно побывать везде, поучаствовать везде, попробовать себя везде, чтобы потом четко определиться в своей дальнейшей жизни. Акция «Люди Артека» проходит с 9 декабря 2021 года, а итоги подведут 15 июля 2022. Параллельно в Мордовии реализуют еще одну инициативу движения «Сделаем вместе» – «Здоровое питание школьника». В ней лично поучаствовали глава Мордовии Артем Сдунов и первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев. Ирина Семенова, Станислав Семин. Народные новости.